Наконец-то. Новая техника – это всегда приятное событие. Да, такой я себе купил телефончик простой. Но все равно он работает. All right. Ну, давайте тогда. Сейчас я спрою и начнем. Можете попросить право на запись? Да, конечно. Manage. Сейчас, одна секундочка. Все собрались, а меня нет. Как это... Ну, вы хоть наговорились от души, да? Был часа. Да, да, да. Мы хорошо поговорили, да. Мы даже мантры попели. Да, хорошо. Тогда одну секундочку. Я сейчас открою мой... Тот самый файл, и мы начнем. Окей, можно начинать с мантры. Ом... 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 Шанти, 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 шанти. Ну, вот у нас сегодня такой новый гимн. Вишвамитра Гатхина, это его имя, Риши. Мы уже прочитали с вами 10 гимнов Вишвамитры. И вот 11 гимн. Огни в гае трястили. Девять стихов. Огни ргота апурогитах, адхварас я, витчаршаних. Саведа яджиням анушак. Огонь есть наш всевидящий жрец. Жрец призывания, наш посредник, поставленный впереди при паломническом обряде. Ему ведом непрерываемый ход жертвоприношения. Саведа яджиням анушак. Ну, вот по словам. Огни, наш жрец Хотар. Хотар, известное слово нам всем. Тот, который призывает богов и отдает им нашу природу для преобразования. Собственно, он тот, который предлагает и призывает. И вот оба эти смыслы входят в это слово. Хотар. Призыватель и предлагатель. Предлагатель для преобразования нашей природы и призыватель богов. Пурогита. Поставленный во главе. Пурогита. Он, как правило, это его первый эпитет из первого гимна, если вы помните. Агни милые. Пурогита. Я ищу, так сказать, с обожанием, с любовью. Агни, поставленного во главе. Он поставленного во главе богами и людьми. То есть, это его основная функция вести нас вперед. Он есть тот, который движется впереди. И отсюда его вагна, аджах. Аджах от корня адж, вести вперед. Аджах это, собственно, козел. Ну, то есть, козел, который ведет вперед. Аджа иногда переводят как нерожденный. То есть, аджах. У которого нету рождения. То есть, бессмертный. Но, по существу, это от корня адж вести вперед. И вполне возможно, что само слово Агни образовано от этого корня. Адж, как Агна. Как бхач, бхагна. Бхач, бхугна. Адж, Агна. И отсюда Агни. Ведущий вперед. Кстати, такую же этиомологию дает ему и Яска. Яска в слову. Не рукти. То есть, он говорит, что смысл слова как раз в этом. Агрена я ти и ти Агни. То есть, вперед ведущий. Такой смысл слова Агни. То есть, важно, чтобы все эти термины дали нам объемное понимание. То есть, призывающий и предлагающий. Впереди поставленный тот богами и людьми, который ведет нас вперед. И само имя Агни – это ведущий вперед. Поводырь. Адварас я вечаршаних. И он есть тот, который всевидящий. Вечаршаних. Шребенду по-разному переводят это слово в разных местах. В этом гимне он переводит как видящий или видящий широко. Вейчаршаних. Видящий все детали. Все. Так сказать. Проникая во все аспекты нашей жизни. Видящий все, как связано в едином. Вейчаршаней. А вот Елизаренко будем переводить как движущийся в разные стороны. То есть, от корня чар. То есть, если мы глянем в словарь, мы увидим такое вот путаницу. По этому термину насеконие. Вейчаршана и Вейчаршаны. Very actively busy. И Вейчаршаны very actively busy. То есть, в принципе, они берут от активности здесь. То есть, словарь не дает нам этого значения. А вот Шри Урабинда будет переводить его как активный и как видящий. То есть, здесь он переводит как all-seeing priest. Of the call. То есть, удар. Наш Вейчар. Set in front in the pilgrim right. Pilgrim right в паломническом обряде или в паломничестве жертвоприношений. То есть, сама идея какого-то прохождения, какого-то пути, на котором изменится наше сознание. Это не просто какая-то перемена, как мутация в одном и том же месте. А это, скорее всего, какое-то изменение более кардинальное во времени. Движение во времени. То есть, он всевидящий или все изменяющий в процессе движения, жертвоприношения. Впереди поставленный призыватель и предлагатель всего, что должно быть изменено. Поводырь или божественный Вейчар, как Шри Урабинда переводит. Тот, который ведет нас вперед. Саведа ядиням. Он знает, он открыл жертвоприношение. Анушак. Непрерывный способ жертвоприношения. Uninterrupted cause of the sacrifice. Ему ведом непрерываемый ход жертвоприношения. То есть, это очень важный элемент жертвоприношения, чтобы оно достигло своей цели. Это непрерывность. Как только начинаются прерывания, какие-то паузы, то вступают силы, которые мешают этому процессу быть завершенным. Они его прерывают, сбивают. И он не может эффективно быть завершен. Само преобразование природы требует непрерывности процесса. Что очень сложно нам добиться людям, которых, собственно, само сознание прерывается сном. Или мы засыпаем, отключаемся, уходим в какие-то другие миры, включаем телевизор, смотрим фильмы, и уже забыли, кто мы есть на самом деле, и что нам можно делать, что у нас там какие-то обязательства были только что. Все уже, так сказать, прочувствовались, посмотрев кино, проплакались, просмеялись, и все уже как другой человек. В этом смысле, вот это есть вот эти разрывы в движении жертвоприношения. Когда другие силы вторгаются и вносят совершенно новые элементы. Добиться этой непрерывности довольно сложно. Я думаю, что это почти невозможно. Самому это сделать. Здесь должно быть вмешательство, божественная милость. Если милость дарует эту непрерывность, то, конечно, тогда все меняется. Кардинально. Тогда появляется легкость в движении на этом пути. Но когда путь прерываем, то всегда требуются какие-то усилия собственные и вмешательства милости, которые долгий период могут, так сказать, занять у нас долгую часть нашей жизни. Но в конечном итоге они могут привести нас к этой непрерывности в жертвоприношении. Эту непрерывность тоже можно потерять. Если она была раньше, это не значит, что она останется навсегда. К сожалению. Ну вот Елизавинкова переводится Агни-хутар, поставленный впереди обряда. Бог, движущийся в разные стороны. Он знает жертвоприношения по порядку. Так она переводит Анушак. А Шриобинду переводит это как непрерывное движение. САХАВЬЯВАТ 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 АММАРТИЯХ УШИК ДУТАХ ЧАНОХИТАХ АГНИРДХИЯ САМРЫНВАТИ Вот это САХАВЬЯВАТ Л Л Это от корня Д Д Т Который появился в интервокальной позиции. Это изменения, которые присущи Регведе. Ну вот я говорю для тех, кто изучает санскрит. У нас нету в классическом этой буквы. Л ЦЕРЕБРАЛЬНОЕ Л Он появляется между двумя гласными Как изменение церебрального Т Здесь должен быть АВЬЯВАТ А то АВЬЯВАХ Он – ИМОТАЛЬНОЕ 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 САХАВЬЯВАХ Он – Тот, который несет наше подношение, наше приношение. АМАРТЬЯХ БЕССМЕРТНЫЙ УШИК УШИК ЩЕРЕБЕННЫЙ ПЕРЕВОДИТ Как «УСТРЕМЛЕННЫЙ К ЦЕЛИ» ИСПОЛНЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ ИНТЕНЦИИ СДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ То есть ПЫЛКИЙ ПЛАМЕНЕЮЩИЙ УСТРЕМЛЕННЫЙ К ЦЕЛИ ДУТАХ ПОСЛАННИК ЧАНАОГИТАХ УКРЕПИВШИЙСЯ В ВОСТОРГЕ Интересно ТОТ, КОТОРЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОСТОРГЕ В БЛАЖЕНСТВЕ ПОСТАВЛЕННЫЙ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ ДОБАВЛЯЕТ ЕЛЕЗАНИНКОВА ГИТА ПОСТАВЛЕННЫЙ КАКИ ПУРОГИТА ПОСТАВЛЕННЫЙ В РАДОСТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ В РАДОСТЬ УКРЕПИВШИЙСЯ В ВОСТОРГЕ Очень интересный, добавленный переводчиком элемент УКРЕПИВШИЙСЯ В ВОСТОРГЕ Не УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОСТОРГЕ УКРЕПИВШИЙСЯ Как будто он сам это делал, укреплялся АГНИР ДХИЯ Самарин БАТИ ОГОНЬ СМЫКАЕТСЯ С НАШИЙ МЫСЛЮ ДХИЯ С МЫСЛЮ САМАРИН БАТИ СХОДИТСЯ С МЫСЛЮ Но Елизаренкова переводят чуть по-другому Он бессмертный возница жертв Жрец, вестник, поставленный на радость людям Огнесилой молитвы проводит обряд Она, как правило, часто очень переводит ДХИ Как молитву Это из-за того, что ДХИ Это высшая ментальность И отсюда появляется Такое значение медитации Или значение концентрации В высшем уме И вот эта концентрация ДХИ Отсюда ДХИЯНА ДХИЯНА это как раз медитация Она переводит как молитву То есть способ вот той высшей концентрации в уме И является для нее эквивалентом молитвы Что в принципе близко по значению Медитация и молитва То есть он высшей концентрации ума Приходит в, так сказать, соединяется с нашей ментальностью Приходит в соприкосновении с нашей ментальностью Да Ушик, Шрабинда переводит как эспиральт Устремленный Устремленный к цели Тот, кто ищет реализации Бессмертный ищущий реализации Здесь Посланник богов и людей Это через него, так сказать, боги и люди Могут воссоединиться Установленный в блаженстве В восторге Несущий наше приношение Он соединяется с нашей высшей концентрацией ума То есть через высшую концентрацию ума Через медитационную концентрацию Он соединяется с нами Может быть зажжен Огни пробуждается к знаниям Четати Сопровождая нашу мысль Дхия Он есть наивысший луч интуиции Кетух На жертва приношении Ячнясьях Пумвия Он является изначальным лучом интуиции Или наивысшим Или какого-то, чтобы доделать Снузку Или древним Изначальным Первичным Самым первым лучом интуиции Поэтому он Как бы пробуждается К знаниям Сопровождая нашу мысль Почему мысль? Потому что луч интуиции То есть Агния это не просто Какая-то сила Здесь Сила жара Или Пламени Это еще и Знание Интуиция Высшее сознание И вот он Как бы пробуждается Здесь Четат И Становится Сознательным С приходом С приходом Нашей мысли То есть Он Обретает Своё Своё качество В нашем сознании Когда мы Концентрируемся В высшем уме То есть Когда у нас Происходит Медитация Давайте глянем Как Елизаренко Это переводит Огних Появляется Силой молитвы Как древнее Знамя Жертвоприношения Ведь цель Его В преодолении Препятствий Ну вот давайте По словам Агни Силой Ума Силой Высшей Концентрации Нашего Ума Он Пробуждается Или Становится Сознательным В нас Кетух Пурвиях Изначальный луч Интуиции Или сознание Этого Жертвоприношения Ячняс Я То есть Изначальный луч Интуиции Изначальный Свет Интуиции Вот этого Процесса Трансформации То есть Мы В таких Фразах Можно понять Как Не точно Мы понимаем Само Жертвоприношение Как можно Быть Изначальным Изначальным Лучом Интуиции Жертвоприношение Сразу Становится Понятно Что мы Не совсем Точно Понимаем Что это Такое Жертвоприношение Потому что Если бы Это была Просто Какая-то Какая-то Акция Преобразования То Как он Может быть Изначальным Лучом Интуиции Это Преобразование То есть Нам Нужно Расширить Понимание Сакрифайз Жертвоприношение Жертвоприношение Это Какой-то Процесс Который Непрерывно Идет С самого Начала Творения И Он Агни Является Светом Этого Знания Этого Жертвоприношения Этого Процесса Постоянного Восстановления Божественного В нашей Природе Потому что Его цель Асья Артхам Тарани Есть Само Вот это Вот Переход От одной Стадии К другой Тарани Этот Корня Три Переправляться То есть Это Он Переправляется К цели Человека Так что Обильно Переводят А Елизаренко Более точно По грамматике Ведь Цель Его В преодолении Его цель И есть Само Преодоление Его Как это Сказать Объектом Всего Этого Движения Его Смыслом Смыслом Его Является Вот это Вот Постоянное Движение Вперед Постоянное Преодоление Препятствий Изменение Всех Всех Обстоятельств Которые Собственно Встречаются На пути То есть Всего Того Что Препятствует Нашему Движению Он Будет Преодолевать Само Преодоление И есть Его Смысл То есть Его Смысл В преодолении Всего Того Что стоит На пути Нашего Преобразования Это Как раз Сила Которая Будет Все Менять И все Преодолевать Как Я уже Упоминал Вам Как говорил Рерих В огни Йоги Научились Ли Вы Орадоваться Препятствием Вот Эта Фраза Всю Жизнь Меня Зависла В моей Памяти Научился Ли Ты Радоваться Препятствием Это И есть Когда У тебя Появился Огонь Когда Он У тебя Есть Когда Он Зажжен То Радость Препятствий Появится То есть Препятствия Становятся Пищей Для Преодоления Для Роста Этого Огня И в этом Смысле Он Есть Его Цель Его Смысл Смысл Его Жизни Смысл Его Существа Как раз В этом Постоянном Преодолении И росте Божественного Сознания Потому Что В каждом Преодолении Препятствия Мы будем Чувствовать Рост Божественного Сознания Если Мы Это Ощетили То Мы будем Радоваться Препятствиям Вот Еще Одна Возможность Нам Сейчас Вырасти В Божественном Сознании Вот Новое Препятствие Идет Новая Возможность Роста Божественного Сознания Было бы Здорово Удержать Такое Видение Каждый Раз Для Этого Нужно Чтобы Огонь Горел Внутри Кстати Оно Так И Есть Когда Огонь Горит Внутри То Всякое Препятствие Смотрится Как Возможность Возгорания Еще Большей Силы Огня Ведь Его Цель В Преодолении Препятствий Огонь Сын Силы Насловно Боги Создали Его Как Несущего Само Преношение Багни Это От Корня Бах Нести Джат Абедаса Его Создали Как Знатока Всего Рожденного Здесь Как Сына Силы Суном Сагасах Как Того Который Слышит Вечное Санаш Рутан Его Проводника Людей Богов Огни Боги Создали Как Сына Силы Который Понимает И Слышит Вечное Знает Вечное Слышит Who Hears The Things That Are Eternal Или Кто Обладает Вдохновенным Знанием Вечного Кто Обладает Вдохновенным Знанием Вечного Если бы Конечно Он не Обладал Этим Знанием Вдохновенным Знанием Вечным То Он бы Не смог Исполнить Наверное Свои Функции Как Поводырь Как Тот Кто Призывает Богов Потому Что Кого Можно Призывать Нужно Знать Он бы Не мог Переносить Жертву Не мог Бы Предлагать Ее Богам Он Должен Собственно Обладать Вдохновенным Знанием Вечного Для Для Ну Вот Елизаминка Переводит Агни Сына Силы Знаменитого Издревле Джата Ведас Боги Сделали Возницей Жертвы Она Оставила Слово Возница От Корня Бах Тоже Самое Та же Этимология Вести Бах В русском Языке В санскрите Тоже Эти Молодые Интересно Что Когда-то Я Давно Думал Что Есть Два Слова Есть Агни И Есть Огонь Огонь И Агни В Украинском Есть Еще Вогонь Вогонь Я Думаю Что Собственно Вогонь Образован От Вагни Корнем Бах Есть Огни Огнь Потому что Есть Огнец Божий Есть Есть Слово Огни В Древнерусском Языке И Вогонь Два Слова Мне Мне Кажется Что Они Оба Взятые Из Санскрита Огни Вагни Вагни Используется Как Собственно Полностью Эпитет Огня И Первое Значение Вагни Это Огонь Ну вот Пятый Стих Возьмем Адабхи Адабхи Пара Эта Вишам Агнир Манущий Нам Турмих Радхах Саданов Неприкосновенный Идущий Вперед Идущий Впереди Племен Человеческих Огонь Есть Быстрая Колесница Которая Всегда Нова Агни Нетерпящие Обмана Предводитель Племен Человеческих Колесница Преодолевающая Препятствия Всегда Новая Сада Всегда Навах Новая Слово Нава И Новый Терестан Один Один Адабхи Ах Тот Которого Нельзя Ничем Покорить Ничем Придушить Он Его Нельзя Ничем Взять Ничем Не Обронить Его Адабхи Адабхи Ах Дословно На него Нельзя Наступить Его Нельзя Затоптать Его Нельзя Смирить Нельзя Победить Адабхи Ах Пура Это Который Идет Впереди Снова Впереди Идущий Впереди Поставленный Вишам Ману Шинам И всех Этих Народов Которые Обладают Ментальностью Которые Произошли От Ментального Человека Ману Он Есть Поводырь Агни Он Есть Воля Всех Тех Которые Сюда Пришли Кишам От Корня Виш Входить И отсюда Народ Народ Люди Существа Которые Вошли В эту Манифестацию Всех Кто Вошел В эту Манифестацию С Ментальным Сознанием Он Есть Поводырь Турли Он Есть Быстрая Колесница Турни Радхах Турних Радхах Садановах Всегда Новая Всегда Свежая Всегда Исполненная Чистоты Или Свежести Божественного Сознания Эта Свежесть Божественного Сознания Выражается В слове Новый Она Никогда Не старая В том Смысле Что Сила Которая Уже Поработала Вчера Она Еще Уже Устала И Работает Сегодня Нет Это Не та Сила Это Сила Которая Всегда Заново Рождается Из Божественного Ну вот Хорошо Тогда Мы Здесь Остановимся У нас Еще Пол Стиха Останется На Следующий Раз Если У вас Есть Какие-то Наблюдения Замечания Пожалуйста Поделитесь Володя А вот Тут Принцип Мысли Он напрямую Связан С Агнией А почему Сейчас Происходит Такое Ментальное Ну По крайней мере Я Учен Из-за этого Прям Раньше Тяжело Было Сейчас Как-то Приняла Такая Ментальная Активность Болтовня Ума Она Изматывает Страшно И Ну В момент Медитации Молитвы Да Она Отступает Но Стоит Ей Закончится И Ты Возвращаешься К Старому Состоянию Светы Свет Учитель Как С этим Вообще Быть Это Все Время Проблема У меня Например Стоит Так Ментальная Активность Которая Заматывает Со Страшной Силой Конечно Забирает Вне А Что Делается Ну Вот Нужно Научиться Успокаивать Ум Это Самое Первое В этой Йоге Кстати Успокоение Ума Очень Важная Активность То есть Успокоение Ума Это Сохранение Энергии Ментальной Отсюда Появляется Возможность Концентрации На Более Глубинных Более Истинных 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 Существования Когда Нас Несет Это Витальные Силы Разбивают Нас И Заставляют Наш ум Прыгать И Мотаться И Изматываться Это Они Собственно Это Создают Ну Если Мы Сможем Удержать Ум В покое То И Витальные Силы Успокоятся То есть Ум Это Собственно Является Ходом К контролю Витальных Сил Есть Конечно Еще Другие Вещи Которые Можно Задействовать Например Пранаяма Там Если Пойти Этим Путем Дыхание То Можно Конечно Смирить Витальное И Установить Контрол Над Ментальным Через Дыхание Путь Очень Эффективный Но Для Него Нужен Учитель И Нужен Кто-то Который Был Мог Тебе Помочь На Этому Пути Я К сожалению Все Пробовала Конечно Не Допробовал Не Доделал Но Все Это Активность Безусловно Как только Ты Выходишь На Определенный Уровень Мастерства То есть Владение Своим Витальными Импульсами И Ментальной Мыслям Например Ты По Желанию Можешь Отбросить Вещи Которые Ты Не Хочешь Думать Или Не Хочешь Чувствовать Если У тебя Есть Такая Власть То Ты Собственно Можешь Установить Контроль Над Своим Существом Но Если Ее Нет То Конечно Добиться Ее То есть Получить Ее Можно Либо Посвящением Говорит Шри Обинда Либо Либо Через Милость Если Милость Так Сказать Даст Тебе Такое Возможность То есть Нисхождение Силы Даст Тебе Контроль То есть Оно Просто Убирает У тебя Вот Это Шум То Что Называет Мать Ментальный Шум Кстати Многие Которые Приходили К матери Они Приходили Именно За Этим Они Там Писали Целые Списки Что Они Хотели С чем О чем Поговорить С матерью Что Узнать Выяснить А потом Когда Они Приходили Они Забывали О своих Списках Начисто И там Происходило Что-то В этом Роде Происходило Очищение От всего Этого Шума Ментального То есть Как Мать Говорила Это Она Называла Его Душем Просто Под душ Всех Подставила Смыла Все Все Их Наработки Ментальные И все Они выходили Чистыми Спокойными Другими Людями Возвращались Снова Свои Снова Писали Списки Снова Приходили Вот Вот Да Я про Это же То есть Все Возвращается Безусловно Возвращается А как же Если Человек Сам Когда Не сделаешь Какую-то Работу Не Ну да Безусловно Возвращается И Причем Довольно Мощно Возвращается Мать Даже Говорит Что Она Отказывается Уже Менять Эти Вещи Для Людей Потому Что Как Только Она Им Изменит Что-то Они Просят Об Изменения Она Им Дает Эту Силу Они Сразу Просят Обратно Все То Что Как Бы Вот Эта Сила Они Просят Они Просто Молятся Чтобы Она Вернулась Назад Потому Что Они Не Чувствуют Себя В Своей Тарелке Как Только Вот Этот Шум Появляется Они Сразу Чувствуют Себя Снова Сами С собой Наконец Я Стал Сам Собой Теперь Я Знаю Теперь Я Понимаю Но Шум Должен Не Было Хорошо Понятно Когда Вот Этот Шум Исчезает Это значит Ментал Уже Становится Освещенным Более Высшим Сознанием И Таким Опытом Постепенно Происходит Его Трансформация Это Не Значит Что Мы Не Способны Думать Это Значит Что Мы Просто На Другом Уровне Находимся И Уже Шум Вот Этот Уходит Конечно Конечно Мыслительный Процесс Усиливается Тысячекратно То есть Человек Может Мыслить Точно И Сразу Как раз Без Всяких Долгих Логических Каких-то Цепочек И Выводов Он Сразу Как-то Идет В самое Нужное Место Чтобы Увидеть Отсюда Вот этот Покой Ума Создает Как раз Гораздо Высшие Возможности Для мышления И для Речи Производства Тоже Точно Выразить Вещи Отсюда Появляется Вот это Какая-то Новая Способность Об этом Тоже Шри Рубин Договорил Вишну Васкар Лэле Когда У него Не было Мыслей То есть Мысли Исчезли Все Ушли И он Безмыслей Был Ему Нужно Выступать Там На Конгрессе Здесь Где-то И Его Он Спрашивает Вишну Васкар Что же Мне Сейчас Делать У меня Мыслей Нет А мне Нужно Говорить Он Говорит Мысли Придут Когда Нужно И он Говорит Да Действительно Я вышел На трибуну И пришли Мысли Вот Они Целая Цепочка Пришла Вот Стоят В очереди Давай Задействуй Вот Это Есть Высшая Способность Ума Не Нужно Вынашивать Мысли Целую Ночь Думал Писал Тезисы А потом Вышел И все Забыл Так Так Оно И Получается Когда Готовишься Оно Потом Совершенно Другое Говорится Зачем Ступит Такая Трата Колоссальная Сила Надо Становиться Каналом Каналом Конечно Нужно Успокаивать Ум Нужно Иметь Какой-то Высшую Цель Смысл Жизни И тогда Все Выстраивается Так Как Нужно В момент Когда Она Нужна А Никогда Не Нужна Для Этого Нужно Решиться На Это Какой-то Способ Решиться Быть Всегда Подвязанным В Воздухе Быть Все Время Новичком Наверное Спонтанность Да Спонтанность Быть Новичком Не Бояться Так Сказать Попасть В Просак Мои любимые слова То есть Не Бояться Выглядеть Неглупым Потому что Глупость Это Часть Нашего Как Б Нашей Природы То есть Не Прятать Ее Находить Искать Нашу Глупость Искать Наша Неадекватность Выискивать Эти Вещи Идти Прямо На Них И Разбираться С ними И тогда Появляется Вот Это Новое Нечто Какая-то Ментальность Которая Может Разобраться С этими Вещами И тогда Исчезает Страх Того Что Ты Неадекватен Появляется Радость Преодоления Препятствий Спасибо Да Очень Радует Вот Эта Радость Преодоления Препятствий Прямо Замечательно И Знание Что Сила Которая Всегда Рождается Божественного И приходит Когда тебе Надо делать Правильные Вещи Просто Очень радует Это Сегодня Особенно Да Нужно Настроиться На этот Постоянный Канал Да То есть Для этого Нужно Жить В этом Русле Если Человек Живет В этом Русле То Эта Сила Действительно Приходит В момент Когда Оно Должна Действовать А не В момент Когда Не Должна То есть И в этом Смысле Ты становишься Очень эффективен Потому что Ты не ноешь С собой Заготовки Ты даже Ничего не помнишь В принципе Ты просто Настраиваешься Верно В момент Когда Нужно И все Или Скажем так Ты все время Настроен На Правильную Вибрацию И когда Приходят Обстоятельства Ты Встречаешь Правильным Таким образом Хорошо Хорошие Вопросы Спасибо Очень здорово Спасибо Такие знания Все Здесь В наших Вроде Все Знаешь Знаешь И каждый Раз Как Он говорит Тоже В Орегведе Неоднократно И о новом Слове Слово Всегда Должно Быть Новым А не Старым То есть Интенции Должны Быть Как Свежими Новыми Или Неизведанными Да Как Нам Нужно Научиться Не Тянуть Не Делать Заготовки На Зиму То есть Во всех Смышл Закачал Грибочки Помидор Как раз Грибочки Готовим Сейчас Кладовочка У меня Тут Все Уже Заложено И я Вот Значит Достану Когда Что Нужно И у Меня Все Уже Все В Порядке Как Только Вот Мы Уходим От Этого То есть От Заготовок Которые Мы Должны Носить Помнить Вот В чем Дело То есть Как Ментализация Да Такая Вот Ментализация Дементализованная Да Это Своего Рода Боязнь Боязнь Быть Спонтанным Новым Боязнь Быть Самим Собой Я Набрал Много Всяких Одежды У меня Целый Гардероб И вот Я Буду Все Время Переодеваться Потому Что Я Боюсь Быть Самим Собой А вот Не бояться Стать Самим Собой Даже Если Это Будет Неадекватно С точки Зрения Контекста Как мы Ну вот Само Проявление Неадекватности И узнавание Его Рождает Новую Силу Новое Вот Это Движение Понимания И оно Всегда Новое И в этом Смысле Ты не Устаешь От Божественного Оно Неутомительное Оно Всегда Радостно Если бы Оно Было Тем же Самым Божественным Которое Как Ментальное Как Одежды Как Заготовки То Конечно От него Можно Устать Очень Быстро Но От Божественного Узнавания Не Устаешь Оно Всегда Потому Что Оно Истинно Истинно Это И Есть Собственно Новое Истинно Всегда Новое Поэтому Говорится Заре Что Она Древняя И Постоянно Новая Древняя Потому что Она Изначально Была Там Но Она Постоянно Новая Когда Приходит И Действует И Для Этого Нам Нужно Научиться Все Время По Новому Открывать Истину Не Бояться Не Бояться Уходить От Наших Стереотипов Не Бояться Вступать В Какое-то Новое Обсуждение То Не Бояться А Доверять Вот Этому Чувству Которое Или Этой Интуиции Которая Нас Ведет Или Этому Той Вибрации На Которой Мы Настроены Постоянно Если Мы Доверяем Самим Себе А Не Гардеробу И Не Кладовке С Заготовками То Появляется Совершенно Немыслимое Новое Чувство Что Тебя Ведут Тебя Все Время Ведут И Приведут Именно Туда Куда Ты Должен Пройти Вот Такое Доверие К той Силе Которая Ведет Руке Ведущей Она Собственно Создает Все Чудеса В нашей Жизни Даже Если Она Приведет Нас Туда Куда Наша Витальная Ментальная Не Хотела Эти Наша Витальная Может Хотеть Чего-то Совсем Другого Но В конечном Итоге Мы Видим Что Оно Имело Смысл Хорошо Ну Давайте Вопрос А где Точно Знать Что Ты Сам С С С Ну Это Узнается Через Вот Через Вот Этот Процесс Как Ты Один Раз Попробовал И Ты Увидел Что Ты Себя Не Потеряла Приобрел А Смотри Мне Не Надо Было Мои Вот Эти Заготовки Они Каким То Образом По Другому Все Переиграло То То Есть Постоянный Настрой На Поиск Этого Собственно Проявляет Нас Все Больше И Больше То Есть Мы Начинаем Доверять Самим Себе Оно Конечно Не Приходит Сразу Так Чтобы Все Сразу То То Есть Нужен Процесс И Нужна Своего Рода Корриндж То Есть Смелость Это Сделать Смелость Уйти От Стереотипов От Того Что Ты Уже Знаешь Чем Бо Ты Мог Воспользоваться Очень Эффективно А Ты Берешь И Пользуешься Этим Эффективно Ты Ищешь Новый Способ Новое Выражение Себя А оно Не Приходит И Ты Проиграл Но Ты Как бы Даже Если Ты Проиграл Ситуации И Над Тобой Посмеялись Все Ты Знаешь Что Ты Был Искренний В Этим Поиски И Тебя Это Не Тревожит И В Следующий Раз Или Даже В Этот же Раз Ты Просто Добавишь Пару Слов С точки Зрения Своей Искренности И Вся Ситуация Переворачивается Как раз В Обратное То есть Все Замечают Что Собственно У Тебя Было Как раз Намного Больше Смысла И Смелости Выяснить Ситуацию И Увидеть Вещи Как они Есть Чем У тех Которые Пришли С заготовками Я Не знаю Насколько Я Насколько Я Адекватно Уражаю Себя Просто Искренность Вероятно Это та Вещь Которая Меряет И Можно Смотреть Вот Эта искренность Вероятно Она дает Покой И Уверенность Искренность Конечно Она Она Не Принимается Ну Где-то Там Не знаю Где Конечно И Все Элементы Должны Выстроиться Из Искренности Да И Вот Это Humility Вот Это Чувство Такой И Благодарности И Чувство И Устремления И Все И Каридж Тоже Появится Появится Смелость Высказать Вещи Как они Есть Ведь Самая Большая Смелость Это Сказать Вещи Назвать Вещи Своими Именами Это Очень Сложно Сделать Когда Ты Завяз Во все Отношения С людьми Это Это Быть Даже Опасно Для Твоей Жизни Сказать Например В России Которая Пережила Вот Эти Все Коммунистические Режимы Сказать То Что Ты Думаешь Было Очень Опасно Даже Сказать То Что Ты Не Думаешь Вообще Что Либо Сказать Или Даже Не Сказать Ничего Опасно То Все Это Очень Так Здорово Все Так Здорово Можно Вопрос По Поводу Истины А Уж Получается Вот Две Тысячи Лет Назад Ну Там Больше Иисус Пришел Проявил Истину Да И Если В течение Вот Эти Две Тысяч Вот В тот Момент Это Была Истина А Потом Две Тысячи Лет И Как Говорится Мусуль Лимусуль Получается Что Это Сегодня Не Истинно Но Я имею В словах Конечно Если Я Это Слышу Первый Раз Там Искренне Может Она И будет А Следующим Шагом Она Перестает Ну В Некотором Смысле Может Я Не Четко Это Я Все Понимаю Вот Так Ну Речь Иисус Если Мы Посмотрим Что Он Говорил И Он Говорит Что Я В Сердце Каждого Отцу То Есть К Отцу Можно Прийти Только Лишь Через Психическое Существо Если Иисус Это Собственно Говорит О Психическом Сердце Каждого Человека Это И есть Способ Искренности Собственно Эта Истина Никуда Не Делась И Деться Не Может И Как Бы Ее Не Мусолили Как Бы Ее Там Что Бы С Не Делали Наши Уж Постарались Не только Наши И Наши Тоже Постарались Замусолить Ее Сделать Из нее Что-то Еще То есть Догму Какую-то Религиозную Догму Страшную Противоречащую Искренности То Конечно То Что Он Говорил Никуда Не Делось И Остается Так же Важным Сегодня Как Это Было И Тогда Когда Он Пришел Я Поняла Не Точно Я Не Имел Ввиду Что Не Его Слова Истинно А Вот Это В части Догмы Поняла Спасибо Догма Это Конечно Это Наша Ментальная Вещь Которая Может Из Самой Великой Истины Создать Самую Великую Неистину Потому Что Чем Выше Истина Тем Сильнее Может Быть Противостояние Истины Созданное Уму Всякая Догматизация Истины Ведет К Совершенно Страшным Последствиям Мы Можем Увидеть Это Тоже В Советском Союзе Как Это Было Сделано Ведь Идея Была Великая Идея Равенства Братства Дружбы Народом Все Эти Слова Были Так Сказать Они же Люди И не Понимали Что С ними Происходило Почему Их Забирают В Эти ГУЛАГи Они Обвинения Они Вообще Не Понимали О чем Идет Речь Но Тут Их Начинали Бить Их Начинали И Тогда Они Понимали Что Они Попали В Какую Совершенно Немыслимую Глупую Ситуацию И Все Это Пряталось Это Какая Ассорическая Форма Была Страшная В Советском Союзе То Самых Лучших Людей Которые Пошли Которые Согласились На Этот Эксперимент На Создание Этого Справедливого Общества Вот Так Все Перевернуть Сверх На Голубь Вот Чем Занимается Догма Догма Это Урод Это Страшный Урод Который Хочет Походить На Истину Но Хочет Продолжать Действовать Неистинным Способом Ну Хорошо Друзья Давайте Тогда Мы Остановимся Здесь И Встретимся Уже Через Неделю Продолжим Я Тогда Закрываю Мантры Ом Sarve Bhavantu Sokhhinah Sarve Santo Nirama Yaha Sarve Bhadra Parsyanto Maka Kshchit Dukkha Bhag Bhavet Ом Shanti 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 Продолжение следует...